МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Спасибо, что начинаете этот день с нашим телеканалом. Вы смотрите ОРТ. В эфире новости дня в студии Михаил Карин. И к новостям. Сегодня вся страна отмечает День авиации и космонавтики. Для нашего региона эта дата особенно важна. Именно Оренбург дал крылья первому космонавту Земли Юрию Гагарину. День космонавтики в Оренбурге начнется с возложения цветов к мемориальной доске и памятнику Юрию Гагарину. Первые лица области и города, летчики и просто неравнодушные оренбуржцы побывают у здания летного училища на Советской и Челюскинцев, а также у памятника на проспекте Гагарина. После этого любой желающий сможет поучаствовать во всероссийской акции «Космический забег». Ежегодно участниками торжеств становятся тысячи человек. Старт акции будет дан легендарной фразой первого космонавта «Поехали!». Участникам необходимо будет преодолеть дистанцию в 1957 метров, которая символизирует год запуска первого искусственного спутника Земли. В продолжении темы важной информации для жителей областного центра. На период проведения акции «Космический забег» будет перекрыто движение по ряду улиц города. Движение будет прекращено от улицы Набережной до Краснознаменной. Будут перекрыты автомобильные дороги, список которых вы видите на своих экранах. Движение будет восстановлено в 12.15 по местному времени. Подробнее с информацией можно ознакомиться на официальном интернет-портале города Оренбурга. Водители просят заранее выбирать маршрут для движения. Сегодня Медногорск отмечает свое 80-летие. Жители и гости города ждут торжественные мероприятия, на которых планируется участие временно исполняющей обязанности губернатора области Дениса Паслера. В Медногорске впервые в нашей стране была получена газовая сера. Освоены технологии одновременного получения меди и серы. В 80-й город превратился в один из самых развитых муниципалитетов области. В 90-е центр с остальным городом связал Виадук. Большинство районов города были газифицированы. В 2018 году торжественно открыта аллея героев Медногорска. Центральную улицу города украсили 12 звезд героев Советского Союза, героев социалистического труда, полного кавалера Ордена Славы и Героя России. Сегодня в Медногорске запланирована обширная программа. Подробнее о ней расскажут наши корреспонденты в следующих выпусках новостей дня. Труд двоих оренбуржцев отметил президент России Владимир Путин. Глава государства подписал распоряжение о вручении нашим землякам благодарности за многолетнюю плодотворную деятельность. Благодарность президента объявлена Валентину Голубничеву. Много лет он председатель Совета старейшин при губернаторе Оренбургской области. Глава государства отметил его активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Высокой наградой удостоилась и ответственная секретарь областного отделения Союза художников России. Альбина Кальвина начала творческую деятельность в 2000 году. В ее портфолио около 10 персональных выставок и множество наград. Сегодня этот список пополнится на еще одну. Президент поощрил художницу за развитие отечественной культуры и искусства. А теперь о спортивной новости, которая порадовала не только болельщиков, но и всех жителей области. Надежда – обладательница Кубка Фиба. Оренбургский баскетбольный клуб накануне завоевал первый Еврокубок в своей истории. Разгромив во Франции Монпелье, наши девушки без преувеличения совершили настоящий спортивный подвиг. Мы работаем, не обращая внимания на проблемы. Я счастлив и горд за команду. Может быть, мы выиграем в Монпелье, ведь это всего минус 4. Все возможно. Сейчас мы проанализируем первый матч и сделаем выводы. Я верю, что мы можем победить. Почему бы и нет? Может быть, почему бы и нет? В действии сражайшая и активная оборона, доставившие в Оренбурге столько проблем Сиак и Дабович, выключены. А у наших получается все. Вот этот фантастический трехочковый Виллер весьма показателен. К большому перерыву ведем плюс 8. Третья четверть часто ключевая. И Надежда блестяще справляется с ожидаемым штурмом хозяек. Защита по-прежнему образцовая под статьи нападения. Огромный объем черновой работы выполняют Николс, Игуровида, Медведева. Без промаха стреляют Виллер и Джонс. Отрыв уже плюс 15. В завершающем игровом отрезке оренбурженки не допускают ни малейшей расслабленности. Гнут и гнут свою линию и также результативные. 21-18. Вдохновенную надежду в этот вечер просто не остановить. 75-57. Плюс 18 в финальном матче. Это просто фантастика. Капитана Оренбургского клуба Тихоненко поднимает над головой Кубок Европы. И бессмертный чемпионский гимн Меркьюри играет в нашу честь. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский. Новости дня. И еще об одном значимом достижении в спорте. Оренбурженка Мария Каменева продолжает демонстрировать высочайший класс на чемпионате России по плаванию. У нее уже пять медалей и все золотые. В третий день соревнований Каменева добавляет в свою коллекцию еще два золота. В своей коронной дистанции 50 метров на спине она показывает лучшее время в предварительных заплывах. Затем в полуфинале в финале плывет еще быстрее. Ее конечный результат 27,66 секунды. В финальном заплыве серьезную конкуренцию Каменевой оказывает 16-летняя москвичка Дарья Васькина. И Мария выигрывает буквально касание на финише. Тем самым добывая еще одну лицензию на чемпионат мира. Вдобавок к ролевой 100 метровке. После чего Каменева в комбинированной стафете 4 по 100 приносит очередную победу команде Санкт-Петербурга. Мария выступает по параллельному зачету за Оренбургскую область и Петербург. Она заслуженный мастер спорта. Ей всего 19 лет. В продолжении спортивной темы. Сегодня в Ледовом дворце юбилейный стартуют финальные игры первенства области по хоккею среди любительских команд Оренбургской области сезона 2018-2019. В соревнованиях примут участие 4 сильнейшие команды нашей области. Две из них из Оренбурга, МЧС и Южный Урал-3. Одна из Новосергиевки, Колос и спортсмены из Орска, ЛОК и МЧС. Их разделят на группы, в которых команды играют по круговой системе. Напомню, в прошлом сезоне чемпионом стали хоккеисты Оренбургского газоперерабатывающего завода. Но в этом году команда не смогла пройти отбор и сложила в себя полномочия. Соревнования продлятся до 14 апреля. Победителей поздравит президент Федерации хоккея Оренбургской области. Кроме того, будут выбраны лучшие игроки матча. Сейчас прервемся на блок коммерческой информации. После него продолжим. Не переключайтесь. Реализация в Оренбурге программы обеспечения многодетных семей землей под строительство индивидуального жилья далека от идеала. Об этом накануне заявил Денис Паслер на заседании правительства области. В Рио губернатор жестко критиковал за недоработку чиновников различного уровня. Через социальные сети временно исполняющие обязанности губернатора установил прямой контакт с оренбургсами, имеющими нескольких детей. От них он узнал, что зачастую участки под строительство предлагаются в неудобных местах. Проблема типична и для областного центра, и для других крупных городов. В частности, для Орска, где в очереди на землю стоит почти 700 многодетных семей. Имеющихся у муниципальных властей участков втрое меньше. И при этом спроса на них почти нет. Если предлагать такие участки, которые никому не интересны, так чего их предлагаете? То есть надо же, конечно же, с людьми-то изначально, которые стали посоветоваться, собрать там активистов, показать, какие есть возможности, какие есть участки, обсудить, а потом предлагать. То есть мы предлагаем то, что никому не нужно три раза, а потом их убираем с очереди. Это, конечно, замечательное решение проблемы. Но только это не решает задачу. По итогам заседания правительства в Рио губернатора поручил в двухнедельный срок представить предложение, реализация которых позволит нормализовать ситуацию в этом вопросе. И к другим темам. Безопасны ли подземные пешеходные переходы? В нашу редакцию с каждым днем поступает все больше жалоб на состояние переходов областного центра. Треть из них капитально отремонтировали всего полгода назад. Но уже весной там отваливается плитка и течет с потолка. Сегодня Анна Немых и Георгий Бурлуцкий проехали по самым проблемным участкам. Где ситуация хуже всего и почему объекты снова нуждаются в реконструкции? Подробности далее. В 2018 году капитально отремонтировано пять пешеходных переходов Оренбурга. В районе Центрального рынка на улице Маршала Жокова, два на улице Чкалова и один на проспекте Гагарина. Все работы завершились в сентябре прошлого года. А уже в апреле снова течет с потолка и отваливается плитка. Пока лучше всех выглядит переход около Первой горбольницы. Здесь видно, что недавно был ремонт. В дожди, когда идут, они все протекают, все от снега весной, все течет. И эта сторона. И по этому коридору света мало. Потому что иногда идешь, хоть глаза по руколей и темно. Но все это кажется мелкими недоработками подрядчика. Стоит лишь проехать чуть дальше. До остановки молодежная. Здесь уже бетон не выдерживает капризов природы и отваливается. С потолка капает, на стенах мокрые пятна. Несмотря на то, что дожди закончились еще на прошлой неделе. Сыро достаточно. Ну, терпимо. Все как в нашем городе, все изменяемо, терпимо. Это ненормально, конечно, каждый год ремонтировать. Это надо сделать так, чтобы лет на пять хватило. В лидерах антирейтинга оказался подземный переход возле остановки ДК «Газовик». На входе разрушение, вплоть до кирпичной кладки, мокрые стены. А в ступеньках уже образовались дыры. Один неверный шаг, и можно к кубарем покатиться вниз. Лестница этого пешеходного перехода выглядит так, как будто каждый день по ней спускаются не люди, а большегрузная техника. Миновать подземный переход на улице Чкалва у оренбуржцев не получается. Слишком оживленное движение в этой части города. Кто помладше, перешагивает опасные ступеньки. Старшему поколению ничего не остается, как взяться за поручни и медленно двигаться вниз. Его ремонтируют каждый год. Последний год, казалось, капитально сделали, но вот результат. То есть, видимо, взяли дешевую плитку какую-то. Или плитку дешевую бракованную. Ну что это вот? А сколько денег уходит на это каждый год? Почему всего через полгода после капремонта пешеходные переходы снова нуждаются в реконструкции? Кто и самое главное, когда будет устранять разрушение? Ответить на эти вопросы сразу в администрации города отказались. Попросили направить официальный запрос. Объяснить ситуацию они смогут лишь в течение семи дней. Анонимы Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Жители восточной столицы жалуются на еще одну проблему. Нехватка детских площадок. В селе Ударник города Орска, по словам местных жителей, нет ни благоустроенного парка, ни игровой зоны для школьников. С жалобами люди не раз обращались и в администрацию города, и напрямую к главе. Подробности далее. Поржавевшая горка, разрушенная стенка и засыпанная землей карусель. Так выглядит детская площадка в селе Ударник города Орска. Местные жители говорят, боятся пускать сюда детей. Ведь от таких развлечений они скорее могут получить травму. Ее нельзя назвать детской площадкой. У нас ни песочницы, ни нормальной горки, ни карусели, ни качели нет. Вот я сама, сколько живу, никогда не пользовалась никакой детской площадкой. По словам местных жителей, эту игровую зону облагородили больше 20 лет назад. С тех пор здесь ни разу не было ремонта. О том, что в селе может появиться новая детская площадка, нет и речи. Вот что вы видите. Это времен СССР, наверное, еще 30 лет, как сказали местные жители данному сооружению. Ну, в общем, ужасно. У нас нет ни дорог нормальных, ни площадок, ни одной площадки. Детям негде ни гулять, ни сходить. Ни маленьким, ни средним, ни старшим. Ну, вообще ничего нет. Ходят, гуляют вдоль улицы, до озера у нас в одно развлечение и обратно. Жители села обратились в администрацию Орска. Там им порекомендовали принять участие в программе «Народный бюджет». Она предусматривает софинансирование. Часть средств должны собрать сами местные жители. Люди обратились к смертной организации и уже составили примерный проект. Стоимость данного проекта, мне озвучили, в порядке 30-50 тысяч будет стоить. Опять-таки, мы соберем эти деньги за наш счет, за счет жителей. Это должны денежные средства будут собраться. И потом подавать заявки, участвовать в тендере. Естественно, в этом конкурсе мы, возможно, и не выиграем, потому что могут участвовать и другие, соответственно, села и поселки. Однако проблемы не ограничиваются детской площадкой. Люди говорят, в селе нет ни одного места для отдыха. В парке с трудом проходят мамы с колясками, а на территории нет ни одной лавочки. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, наши коллеги направили запрос в администрацию Орска. Когда в селе появится детская площадка и почему единственный парк находится в плачевном состоянии, ответы на эти вопросы ждут не только журналисты, но и все жители села Ударник. Анастасия Синченкова, Маргарита Шкарабурова и Илья Логачев. Новости дня. Фестиваль театральный при Волжье стартовал в областном центре. В этом году творческий марафон объединит более тысячи школьных и студенческих коллективов со всего Приволжского федерального округа. Театр «Горецвет» открывает фестиваль в Оренбурге. Студенты медицинской академии представили постановку «Квадратура круга» по одноименной пьесе Валентина Катаева. В этом году конкурс проводится в новом формате. Лучшие детские и студенческие театры сначала выберут на региональном этапе. Затем участников ждут окружные испытания. Всего четыре номинации – «Лучший спектакль», «Актер», «Актриса» и «Режиссерская работа». Человек открывает себе в театре, открывает себе новую сущность, открывает себе фактически новую профессию в творчестве. Учится понимать других. Вы знаете, какую огромную силу имеет искусство. Более 300 человек занимаются в школьных и студенческих театрах Оренбуржья. Все они смогут принять участие в фестивале. Победители выберут народным голосованием. Лучшие постановки будут транслироваться по телевидению, а также на официальных площадках форума в сети интернет. Такими были новости дня к этому часу. В ближайших выпусках мои коллеги продолжат рассказывать о главных событиях нашего региона. Оставайтесь с новой РТ и смотрите новости дня. Хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин